Девушки отдыхают Как-то в магазин силуэт в отдел готового платья зашла женщина Почему вы так на меня смотрите? Не выдержала покупательница Вы у нас были в октябре? Подозрительно уточнили продавщицы Да, была А если мы вызовем милицию? Пожалуйста И вы не боитесь? И тут стало интересно По мнению продавщиц, женщина в октябре приходила в отдел и поменяла свое старое пальто на новое Просто переоделась и ушла Дело бы дошло до личных разбирательств, но ситуация обернулась тем, что администрация магазина Лишила продавщиц премии и заставила извиниться перед честной женщиной К слову, о поступках На этот раз статья о благородном поступке, освещенном в 1957 году На новогодние состязания по конькобежному спорту, которые проходили на стадионе «Нефтяник» Пришел комсомолец Виталий Как вдруг он увидел в окне столовой школы номер 14 Женщину, которая махала сквозь пар Бросив коньки, парень бросился на помощь Оказывается, в буфете лопнули отопительные трубы Виталий поступил очень смело Он снял свою верхнюю одежду, заткнул ей батареи Несмотря на то, что его руки обжигала вода Разумеется, таких людей называют героями У меня осталась последняя история на сегодня Которую я прочитала в газете от 1997 года После новогодней елки в одном из декагорода Дети рассматривали подарки, которые получили на праздники Одним из них оказался яркий иллюстрированный календарь Но что это? Календарь-то оказался просроченным Как потом выяснилось, календари, которые приготовили подарок детям Оказались в пятилетней давности Не заморачивались организаторы, конечно Уместно ли будет сказать, лучше поздно, чем никогда? Теоретически, через какое-то количество лет Даты и дни вновь совпадают Говорят, что это срок 10-12 лет Так что им подарили календарь будущего Только со старым оглавлением Будем оптимистами Всем хороших историй Увидимся завтра Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok